всем добрый день сейчас я тоже включу демонстрацию экрана поговорим действительно ну у нас семинар нацелен был больше на отчетность поэтому соответственно про отчетность и поговорим налог на добавленную так сейчас полноценный экран так все у меня получилось значит налог на доходы физических лиц данному налогу посвящена 23 глава налогового кодекса но и в нее постоянно вносятся какие-то изменения дополнения разъяснений чиновники наши дают по налогообложению того или иного дохода в пользу физических лиц так вот хочется сказать плательщиками налога на доходы физических лиц являются сами физические лица но если они этот доход получают от юридического лица организации либо индивидуального предпринимателя то соответственно автоматически это юридическое лицо либо индивидуальный предпринимателем выступать в качестве налоговые агента и именно а на налоговая на налоговая агента возлагается обязанность по правильности исчисления эндэфилдию удержание его из дохода налогоплательщика и соответственно перечисления в бюджет ну и соответственно на налогового агента также возлагается обязанность у предоставления отчетности в налоговый орден и noi все вы помните ты 2016 год когда Начиная с 2016 года, помимо ежегодной отчетности по форме 2 НДФЛ, налоговые агенты обязаны предоставлять налоговую инспекцию, соответственно, квартальную отчетность не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом, то есть за отчетным кварталом. А что касается годовой отчетности по итогам года, она совпадает со сроками, срок предоставления со сроком 2 НДФЛ, то есть за год уже за 2020 год вы будете обязаны предоставить, соответственно, 6 НДФЛ квартальную отчетность и годовую отчетность не позднее 1 марта, соответственно, 2021 года. Каковы особенности заполнения этой отчетности? Ну, хочется сказать, что форма отчетности, 6 НДФЛ ее так называют, утверждена приказом ФНС еще в 2015 году и никаких изменений в данную форму отчетности не вносилось. Но, к сожалению, бухгалтерские программы, соответственно, не всегда корректно ее заполняют, эту отчетность, и бухгалтер вынужден, соответственно, чуть ли не вручную контролировать, правильно ли, соответственно, показатели впадают в 6 НДФЛ. Ну, вот что касается отчетности за 9 месяцев, так как 31 декабря нас совпадает с выходным днем, то последний срок сдачи отчета по форме 6 НДФЛ в налоговую инспекцию не позднее 2 ноября 2020 года. Ну, какая у нас ответственность за несвоевременную сдачу 6 НДФЛ и недостоверно указанные сведения в 6 НДФЛ, ну, за каждый месяц опоздания, это 126 статья аналогового кодекса, тысячи рублей также могут еще оштрафовать, соответственно, и должностное лицо организации согласно кодекса об административных правонарушениях. А вот недостоверные сведения, которые вы укажете в 6 НДФЛ, и, соответственно, контролирующий орган их обнаружит, когда будет проверять либо камерально, либо выйдет на документальную проверку и посмотрит, насколько правильно вы, соответственно, составляете форму 6 НДФЛ за каждую форму 500 рублей. Причем вот эти 500 рублей неважно, где, в каких показателях недостоверные сведения, то есть в цифрах, в датах, либо в каких-то других показателях. Поэтому, если вы обнаруживаете какие-то неточности самостоятельно, то лучше уточнить форму, чтобы для вас это не влекло, соответственно, ответственность в 500 рублей за каждую форму 6 НДФЛ. Дело в том, что если у организации есть обособленные подразделения, то по месту нахождения каждого обособленного подразделения, соответственно, необходимо предоставить налоговую инспекцию отдельно форму 6 НДФЛ. О, соответственно, исчисленном доходе и исчисленном налоге и удержанном налоге работников этого обособленного подразделения. Хочется сказать, что с 2020 года внесли изменения в налоговый кодекс. То есть, если у организации на территории одного муниципального образования есть несколько обособленных подразделений, то, соответственно, налоговая агент организации имеет право выбрать одно обособленное подразделение, куда будет предоставлять отчетность, соответственно, платить налог на доходы физических лиц. Но, чтобы выбрать это обособленное подразделение, нужно подать уведомление в налоговую инспекцию не позднее первого числа налогового периода, соответственно, в котором будет в это выбранное обособленное подразделение перечисляться налог на доходы физических лиц и предоставляться отчетность. Ну, вот изменения были спешно приняты, скажем так, в налоговый кодекс в конце 2019 года, и многие налоговые агенты, даже если у них хотелось бы им перечислять НДФЛ и, соответственно, предоставлять отчетность по местонахождению одного обособленного подразделения, не успели это сделать. Ну, вот сейчас у вас есть такая возможность, еще у нас, скажем так, сентябрь месяц, поэтому до 1 января 2021 года можете выбрать обособленное подразделение, куда будете отчитываться в 2021 году, и, соответственно, с доходов работников всех обособленных подразделений, куда будете перечислять налог на доходы физических лиц. Форма 6 НДФЛ состоит из двух разделов и титульного листа, но, как правило, трудности с заполнением титульного листа нет, а вот с заполнениями разделов есть некоторые вопросы, они до сих пор остаются, хотя у нас уже 2020 год, то есть 4 год мы сдаем отчетность 6 НДФЛ в налоговую службу, и все равно постоянно какие-то разъяснения, пояснения чиновников, ну, и, соответственно, проблемы у налоговых агентов. Ну, хочется сказать, что первый раздел заполняется нарастающим итогом с начала года, и, причем, если у налогоплательщиков есть разные налоговые ставки, например, если у вас есть резиденты, нерезиденты, либо есть материальная выгода от экономии на процентов, то строки с 0,10 по, соответственно, 0,50 заполняется столько разделов, сколько у вас налоговых ставок. Что касается 0,20 строки суммы начисленного дохода, она указывается нарастающим итогом с начала года по правилам 223 статьи Налогового кодекса, то есть указывается доход фактически выплаченный, то есть в пользу налогоплательщика, за исключением даты фактического получения дохода последний день месяца, у нас неважно, когда этот доход выплачен, это является заработная плата, то есть дата фактического получения дохода последний день месяца, материальная выгода, это экономия на процентах тоже последний день месяца, в котором эта материальная выгода начислена, Соответственно, командировочные расходы, если вдруг у вас были сверхнормативные суточные, либо неподтвержденные расходы, и, соответственно, вы их не удерживали из заработной платы, а удерживаете из дохода налогоплательщика налог на доходы физических лиц, то дата фактического получения дохода, последний день, соответственно, месяца, в котором утверждены авансовые отчеты. То есть вот это необходимо обратить внимание. Также хочу обратить внимание на строки 0,5 суммы исчисленного налога и 0,70 сумму удержанного налога. Вот сумма исчисленного налога, она именно, опять же, как и 0,20 строки даты смотрится, а вот сумма удержанного налога фактически удержанный налог, то есть когда уже фактически налогоплательщику был выплачен, соответственно, доход. Также возникают вопросы иногда у налоговых агентов, что ставит 0,80 строки сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Это ставится налог в случае, если до конца налогового периода не удастся удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц. Например, вы одаривали не своих работников ценными подарками стоимостью больше 4 тысяч рублей и никакого дохода в денежной форме вы данным физическим лицам, налогоплательщикам в дальнейшем выплачивать не будете. Соответственно, возможности у вас удержать налог на доходы физических лиц не будет. Соответственно, именно вот этот налог вы проставляете по 0,80 строке. И не забудьте, еще необходимо будет подать в налоговую инспекцию сведения по форме 2 НДФЛ с признаком 2 о невозможности удержания налога на доходы физических лиц не позднее 1 марта следующего налогового, соответственно, периода. Что касается ежемесячных премий, в первом разделе они тоже отражаются не тогда, когда они фактически выплачены и даже не тогда, когда они фактически начислены. Отражаются в 0,20 строке, соответственно, в том периоде, за который они начислены. Именно, например, берется премия, которая начислена. Неважно, начислена она или выплачена в данном отчетном периоде. И может оказаться так, что, например, премию за сентябрь месяц начислите в ноябре. Такое может случиться? Может. Ну, так поздно издали приказ на ежемесячную премию за сентябрь, соответственно, в ноябре месяце. А до 2 ноября вы уже должны отчитаться по форме, соответственно, 2 НДФЛ, соответственно, ой, извините, 6 НДФЛ. Соответственно, вы премии не укажете, сдадите 6 НДФЛ без премии. И потом, когда ее начислите, то есть когда будет известна сумма премии, придется уточнить первый раздел в форме 6 НДФЛ. Зачастую это вот не зависит от налогового агента и приходится уточнять, соответственно, отчетные формы. Что касается второго раздела. Второй раздел заполняется просто. Указывается хозяйственные операции, которые произошли именно в данном отчетном периоде. То есть дата фактического получения дохода, сотая строка, опять же, заполняется датой по правилам 223 статьи Налогового кодекса. То есть датой, когда фактически доход был получен налогоплательщикой. Кроме зарплаты, в последний день месяца, за который она начислена, ежемесячные премии, в последний день месяца, за который она начислена, материальные выгоды и командировочных расходов. Дата удержания налога практически всегда совпадает с датой, когда доход выплачен. Ну, я бы сказала, наверное, за исключением натурального дохода. То есть когда вы натуральный доход в пользу физического лица налогоплательщика платите, ну, например, подарки дарите. А удержание происходит, соответственно, из ближайшей денежной выплаты. Тогда дата удержания налога не будет совпадать с датой фактического получения дохода. Ну, и 120-я строка «Срок перечисления налога» указывается в последний срок перечисления налога на доходы физических лиц. Неважно, когда вы его фактически перечистили, а именно последний срок перечисления указывается в 120-й строке. Ну, напомню, согласно 226-й статье, НДФЛ необходимо перечислить бюджет не позднее следующего дня за днем выплата дохода. Если доход в виде отпускных либо пособий по временной нетрудоспособности, в том числе пособия по уходу за заболевшими детьми, соответственно, срок перечисления налога не позднее последнего дня месяца, в котором данные межрасчетные выплаты были выплачены в пользу налогоплательщика. Что хочется сказать, с 2021 года, уже начиная с отчета за первый квартал 2021 года, будут объединены формы 6 НДФЛ и 2 НДФЛ. То есть в состав отчетности формы 6 НДФЛ будут также включены сведения о доходах физических лиц, соответственно, исчисленного налога, удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации. Пока есть только проект данной формы, ее даже показывать не будут. То есть уже начиная только с первого квартала 2021 года будете сдавать в налоговую инспекцию объединенную форму, то есть объединенную отчетность. Это уже внесли изменения, соответственно, в налоговый кодекс. Ну вот сроки уплаты налога на доходы физических лиц я уже вам сказала. Единственное, что если там, как и для любого другого налога, срок соспадает с выходным, то переносится на следующий рабочий день. Ну у нас уже закончились нерабочие дни с сохранением заработной платы для организаций, которые не могли работать. Ну вот, соответственно, только у этих организаций, которые не работали с сохранением заработной платы, согласно указу президента, перенесся срок перечисления налога на доходы физических лиц, на первый рабочий день после окончания нерабочих дней, согласно указу президента. Но обратите внимание, именно только для организаций, которые были объявлены неработающим, те, которые работали, организовали работу удаленно, на которых не распространялись указы президента, обязаны были перечислять налог на доходы физических лиц, сроки, установленные пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса. Но если вдруг по каким-либо причинам вы посчитали, что у вас тоже переносится срок, но на 12 мая у нас там был первый, соответственно, рабочий день, и вы это обнаружили, вы можете избежать ответственности, согласно статье 123 Налогового кодекса. Напомню, это 20% от суммы несвоевременной уплаты налога на доходы физических лиц. Еще с января 2019 года внесли изменения в первую часть Налогового кодекса, чтобы вы не были привлечены к ответственности 20% от несвоевременной суммы уплаты налога на доходы физических лиц. Нужно 6 НДФЛ предоставить вовремя, отразить в нем все в полном объеме, чтобы были данные указаны, которые не ведут к занижению налогу. Ну и, соответственно, сам НДФЛ и перечислены до того, когда об этом узнали контролирующие органы. И, соответственно, в этом случае 20% штрафной санкции к налоговому агенту применяться не будет. Ну это, скажем так, хороший момент, да. По поводу изменений с 2020 года, с 1 января 2020 года внесли изменения в 26 статью Налогового кодекса, фунт 9. Напомню, в данном пункте сказано, что за счет налогового агента налог на доходы физических лиц перечисляться не должен, то есть за счет собственных средств налогового агента, пока не удержите с налогоплательщика налог на доходы физических лиц в бюджет, его перечислять нельзя, иначе это будет считаться ошибочным попавшей суммой в бюджет. Но сделали исключение для недоимки по налогу на доходы физических лиц на основании документальной проверки. То есть получается, если к вам вышли контролирующие органы налоговой инспекции и обнаружили доход, с которого вы должны были удержать налог на доходы физических лиц у налогоплательщика, но по каким-либо причинам не удержали, в этом случае этот налог на доходы физических лиц будет перечисляться за счет средств налогового агента. И это вообще не будет считаться облагаемым доходом у налогоплательщика, то есть внести еще изменения в пункт 5 статьи 208 Налогового кодекса. Поэтому получается, что все суммы на основании документальных проверок недоимки будут возлагаться на плечи налогового агента. До 2020 года налоговый агент в случае обнаружения недоимок по налогу на доходы физических лиц, соответственно НДФЛ удерживал у налогоплательщиков, а сам страдал только в виде пеней и 20% штрафной санкции на сумму недоимки. Теперь все изменилось и соответственно все найденные суммы будут возлагаться на плечи налогового агента. Что произошло в 2020 году в связи с нашей коронавирусной инфекцией и в связи с различными выплатами, скажем так, в пользу, компенсациями в пользу налогоплательщиков? Ну, скажем так, маски, перчатки, это как выдаются во временное, скажем так, пользование, хотя и собственность налога на доходы физических лиц нет. А большинство вопросов задавалось по поводу проведения лабораторных исследований и в дальнейшем компенсации, соответственно, налогоплательщику, то есть работнику этих расходов. Но вот Минфин еще в июне 2020 года разъяснил, что здесь у налогоплательщика экономической выгоды нет и, соответственно, налог на доходы физических лиц, суммы компенсации лабораторных исследований на COVID-19, соответственно, не будет, то есть налога на доходы физических лиц тоже не будет. Также огромное количество вопросов задавалось по поводу заработной платы, которая выплачена за счет субсидий. Ну, вот Виктория вам уже рассказывала про субсидии, я исключительно скажу про налог на доходы физических лиц и про страховые взносы в небюджетные фонды. То есть если малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей, то есть вот эти субсидии как бы использовали для выплаты заработной платы, она и начислялась, как обычная заработная плата, и выплачивалась, как обычная заработная плата, и, соответственно, необходимость у нее была удержать налог на доходы физических лиц и начислить страховые взносы во внебюджетные фонды. Вот письма ФНС и от июня, и от июля месяца про это говорят. Ну, в принципе, это и так было понятно из норм налогового кодекса. Поэтому если зарплаты за счет субсидий этих выплачивали, обязательно удержите НДП, начисляйте страховые взносы. Страховые взносы. Тоже здесь у нас 34-я глава посвящена страховым взносам. Налоговая инспекция стала администратором с 2017 года. Мы уже все про это знаем. Ну, что, соответственно, глобального и нового произошло в 2020 году. Для организации малого и среднего предпринимательства, начиная с 1 апреля 2020 года, в сумме вознаграждения в месяц, превышающий минимальный размер оплаты труда, применяется пониженный тариф из страховых взносов. То есть у нас, напомним, минимальный размер оплаты труда 12-130. То есть 12-130 обычный тариф применяется в пенсионный фонд, там 22%. Соответственно, на обязательное медицинское страхование 5,1%, и в ФСС 2,9%. К вознаграждению свыше минимального размера оплаты труда, соответственно, пониженный тариф на ОПС 10%, на ОМС 5%, соответственно, на ФСС вообще 0%. Соответственно, в сумме, превышающей предельную увеличенную на обязательное пенсионное страхование, тоже остается, соответственно, 10%. Имейте в виду, что вот эта 12-130, это фиксированная величина, она не увеличивается ни на какие районные коэффициенты процентным надбабки. Также она не уменьшается в зависимости от того, на какую ставке работает работник. На полставки, то есть по совместительству. Это, соответственно, застрахованные, которые выполняют у вас работу по гражданскоправовому договору. То есть в любом случае к сумме вознаграждения 12-130 применяются обычные ставки, соответственно, свыше 12-130 пониженная ставка страховых взносов. Ну и, кстати, это норма, вот эти пониженные тарифы страховых взносов к субъектам малого и среднего предпринимательства будут применяться и с 1 января 2021 года, то есть внесли изменения в статью 427 Налогового кодекса. И хочется сказать, независимо от вида деятельности, главное, чтобы страхователь был внесен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем в том месяце, в котором уже внесен в реестр малого и среднего предпринимательства, с 1 числа уже можно применять пониженные тарифы страховых взносов. Если исключили из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, то уже с того месяца и не будет распространяться право на пониженные тарифы страховых взносов. За второй квартал наиболее пострадавшие отрасли из малого и среднего предпринимательства вообще освобождены от страховых взносов во внебюджетные фонды, но на основании сведений о налоговой отчетности за 2018 год. Прекрасная норма, но что наши чиновники разъяснили? ФНС, Минфин совместно и, соответственно, с Минтрудом. Дело в том, что у нас помимо страховых взносов, которые установлены на логовый кодекс, есть еще страховые взносы, которые установлены законом обязательного пенсионного страхования. То есть есть, соответственно, должности, то есть профессии, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. И, соответственно, к их вознаграждению применяются дополнительные тарифы в пенсионный фонд. Ну, например, будем говорить, если вот освобождены, да, то есть у нас из наиболее пострадавших отраслей авиа, то есть организации, то есть авиаперевозчики. Если они являются, например, субъектами малого и среднего предпринимательства, то от основных тарифов они освобождены на второй квартал, а вот от тарифов на, соответственно, дополнительное пенсионное страхование не освобождены. Ну, если мы будем говорить, например, о летном составе, у них вообще дополнительный тариф в пенсионный фонд 14%, то есть на второй квартал они не освобождены. Причем, как объясняют это чиновники, снижение тарифов страховых взносов как бы приводит к снижению социальных прав, то есть данных работников. То есть у нас, с вами, получается, если нас освободили баллы в пенсионный фонд, за второй квартал не будут начисляться. А вот что касается дополнительных тарифов, то нужно перечислять. Причем вот эти дополнительные тарифы, они не участвуют при формировании пенсии, то есть сама сумма дополнительного тарифа, она только, то есть дает право на досрочное назначение пенсии. Расчет по страховым взносам необходимо предоставлять ежеквартально, соответственно, не позднее 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом. Но за 9 месяцев нужно расчет предоставить, не позднее 30-го октября. И тут, конечно, начинается ерунда. Почему? Потому что у нас первый квартал все платили по обычному тарифу страховые взносы. За второй квартал с 1-го апреля МСП из наиболее пострадавших отраслей вообще освобождены от страховых взносов. Ну и малое и среднее предпринимательство имеет право на пониженные тарифы. Ну и, естественно, вот все таблички, то есть приложения, нужно будет заполнять по каждому тарифу отдельно. Ну, будем говорить так, например, для организации из наиболее пострадавших отраслей малого и среднего предпринимательства. Получается, что необходимо будет за первый квартал заполнить приложение с кодом тарифа 01. По итогам полугодия вы должны были заполнить одно, скажем так, приложение с кодом тарифа 01 и приложение с кодом тарифа 21. А уже за 9 месяцев у вас будет по 3 приложения. То есть на сумму вознаграждения, где был и обычный тариф 01, потом 21 и, соответственно, 20 по итогам трех месяцев, июль, август, сентябрь, на сумму вознаграждения. Сам расчет по страховым взносам пока не корректировали, ввели только вот то, что нужно заполнять разные коды. Заявлять тариф не нужно было как-то отдельно, просто на основании расчета по страховым взносам, а при указании кода тарифа 21, соответственно, обнулялись страховые взносы. Разъяснили, как уточнить раздел 3, если, например, у страхователя неправильно указан ИНН, раньше нужно было обнулять расчет, теперь этого делать не нужно. Просто нужно, соответственно, уточнить сведения, поставить поточненный расчет, приложить только этих застрахованных, соответственно, с правильным указанием ИНН. Ну, так как мы сейчас создаем налоговую инспекцию, соответственно, и 6 НДФЛ и расчет по страховым взносам, контролирующие органы очень хотят, чтобы показатели суммы вознаграждения были приближенными. Но у нас объект для начисления страховых взносов и база для удержания налога на доходы физических лиц разная. То есть, чтобы начислить страховые взносы, должны быть, соответственно, трудовые либо гражданские отношения. Для НДФЛ не нужно нам, у нас главное, чтобы был выплачен доход в пользу налогоплательщика. Ну и сам принцип заполнения расчета, то есть расчет по страховым взносам заполняется по методу начисления, 6 НДФЛ по методу удержания, то есть фактической выплате дохода. Если вдруг у вас контролирующие органы будут просить пояснения, конечно, дайте им пояснение, как правило, они их, соответственно, удовлетворяют. Еще вы должны отчитываться 4 ФСС, Фонд социального страхования, о начисленных страховых взносах от несчастных случаев и профзаболеваний. Форма 4 ФСС давно не менялась. Единственное, хочется сказать, вот Виктория вам говорила про профилактические мероприятия коронавирусной инфекции, про налог на прибыль, учет в расходах. Так вот, приказ Минтруда, соответственно, 365 Н, разрешает и учитывать, ну то есть возмещать и средства Фонда социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний. То есть расширен список, что можно принять к возмещению, приобретение средств индивидуальной защиты, салфетки, антисептики, ну а также проведение и тестирование работников на COVID-19. Вот эти все средства могут быть иностранного производства, а также можно на всех работников возместить, а не согласно специальной оценке условий труда. Единственное, необходимо оформить заявление, подать его было не позднее 1 октября 2020 года, с планом мероприятий, то есть, ну вот здесь вы все это, соответственно, увидите. Если вдруг вы уже, соответственно, подали, и Фонд социального страхования вам разрешил возместить средства, какую-то сумму позволил возместить, соответственно, помимо того, что вы это должны отразить в отчетности по форме 4 ФСС, в таблице 3 по строке 9, соответственно, сумма к возмещению профилактическими мероприятиями, а также еще предоставить на Фонд социального страхования дополнительный отчет, соответственно, ну вот он предложен Фондом социального страхования в приложении 1, он большой такой, соответственно, откройте его, посмотрите. Помимо отчетности в налоговую инспекцию и Фонд социального страхования, вы еще должны отчитываться в пенсионный фонд. Во-первых, форма с ОЗВМ, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. В форме утверждено постановление Пенсионного фонда Российской Федерации номер 83. Форма очень простая, списочная, указывается ФИОС, НИЛС и, соответственно, ИНН, но в случае, если вы по каким-либо причинам опоздали хоть на один день с сдачи данной формы, то штрафная санкция жестокая, согласно федеральному закону 27 ФЗ, 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Исключений практически не бывает. Да, через суд вы можете каким-то образом, то есть, отсудить данную штрафную санкцию, но в основном суды становятся на сторону контролирующих органов, то есть Пенсионного фонда. Поэтому, естественно, такая форма должна сдаваться в очень быстрые сроки. Ни в коем случае не задерживайте. С 2020 года в Пенсионный фонд вы должны еще один отчет сдавать СЗВТД. Ну, все слышали, что переходим на электронные трудовые книжки. То есть вы должны своих работников не позднее 1 октября оповестить, какую они книжку выбирают. Либо, ну, электронная будет автоматически всем заполняться. Ну, у кого есть бумажные трудовые книжки, соответственно, они могут продолжать еще, чтобы им делали записи, отражали и в бумажных трудовых книжках. Предоставлять необходимо не позднее 15-го часа, опять же, следующего за отчетным, и планировалось, что с 2021 года, соответственно, в случае увольнения либо приема на работу, нужно предоставлять форму СЗВТД не позднее следующего рабочего дня и за днем издания приказа о приеме либо увольнении. Но вот по основлениям правительства Российской Федерации в апреле этого года наведены временные правила. И уже в этом году в случае приема либо увольнения работника необходимо предоставлять сведения в Пенсионный фонд по форме СЗВТД не позднее следующего дня, за днем издания кадрового приказа. На совместители тоже необходимо сдавать эти сведения. То есть у нас хоть запись о совместительстве делает основной работодатель, но в случае, если вы приняли совместителя либо уволили, тоже необходимо предоставить форму СЗВТД в Пенсионный фонд. Единственное, в графе 4 нужно указать, что это работа по совместительству. И еще последний момент, если вдруг у вас в течение 2020 года не было никаких кадровых мероприятий в пользу такого-то застрахованного, то есть не переводили на другую должность, не увольняли, не принимали, то есть запись трудовой книжки никакой не делали, и он вам заявление не написал о выборе трудовой книжки, да, вы оповестили, то есть что нужно написать заявление, но не все же застрахованные такие ответственные ваши работники не предоставят вам, соответственно, заявление. В этом случае уже форму СЗВТД на такого застрахованного необходимо предоставить в Пенсионный фонд не позднее 15 февраля 2021 года, а запись делайте о последнем кадровом мероприятии, которое с ним произошло до 1 января 2020 года. Я немного задержалась, ну, по причине того, что действительно, соответственно, большой материал, поэтому, если есть вопросы, жду вопросов. Да, Татьяна, два вопроса будет. Первый вопрос. Учитываются ли президентские вот одни и дни при расчете отпускных и больничных? Если работники не работали, не работали, то есть, а просто получали заработную плату, то для отпускных не учитывается, это пункт 5 из 922 постановления под пункт Е, то есть выплаты, то есть заработная плата за нерабочие дни исключается по счету сама зарплата и сами эти нерабочие дни. Для, что касается пособий и средств фонда социального страхования, у нас иной порядок, то есть у нас учитываются все выплаты при определении среднего заработка, на которые начислялись страховые взносы, то есть вот эти, ну, то есть 2,9 процентов, поэтому у нас на сумму заработной платы начислялись страховые взносы, и, соответственно, они будут учитываться при определении среднего заработка. Понятно. Да, это и касается и для пониженных тарифов, потому что если у нас, скажем так, имеют право на льготные тарифы, ну, то есть IT там и организации, все равно их сумма вознаграждения учитывается при определении среднего заработка для пособий. Понятно, спасибо. Татьяна, еще вопрос касается неуплаты страховых взносов пострадавшими отраслями, то есть от Оксаны вопрос, потребуется ли дополнительное подтверждение права на применение льготы в части неуплаты страховых взносов пострадавшими отраслями? Нет, не нужно. Нет, именно в расчете по страховым взносам указывается код полотенчика, соответственно, 20, и автоматически это будет учитаться, ну, то есть если они были включены в реестр, ну, соответственно, на основании отчетности налога по итогам 2018 года, ничего дополнительного, соответственно, в налоговую инспекцию предоставлять не нужно. А когда могут отказать? Отказать могут, либо если по АКВЭДу они были включены в 9, ну, после 2018 года, как наиболее пострадавшие, либо в реестр в субъектах малого и среднего предпринимательства. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.